Девятиклассница Алена Бондаренко – смелая девушка. Профессию для себя выбрала сердцем. Ты просто несешь ответственность, ты понимаешь эту ответственность. Поэтому дольше нужно учиться, чтобы быть хорошим врачом. Страшно, конечно, но мне кажется, это нарабатывается. Но такой боязни крови и чего-то такого у меня нет. Мне больше хочется помочь быстрее человеку. У меня, можно сказать, душа лежит в медицине. Мне это нравится. Мне это интересно. Поэтому я решила для себя, что буду поступать на врача в медицинский. К поступлению готовится уже сейчас. В списке выпускных экзаменов – биология и химия. Школьные уроки – это база. Но я считаю, что именно в медицинский нужно очень много готовиться дополнительно. Это с класса, самостоятельно дома, постоянная практика. С каждым годом таких, как Алена, будущих медиков в городе все больше. Ежегодно медицинские высшие учебные заведения страны поступают в среднем от 12 до 14 выпускников. В школу нашего города последние годы наблюдается тенденция к увеличению. Для ребят, решивших стать врачами, 1 сентября откроют медицинский 10 класс. Там смогут учиться те, кто успешно сдал профильные предметы после 9. Конечно, основной упор будет на знания биологии, химии, математики. Хотим вести изучение латыни. Очень много хотим купить необходимого оборудования, тренажеров, для того, чтобы уже понять, что наши ребята хотят именно заниматься медициной. Ну, конечно же, будут определенные уже первичные навыки, которые позволят им в дальнейшем при поступлении в медицинский институт уже отличаться от других студентов. Они уже будут многое знать. Первый в городе медицинский класс появится в пятой школе. Школа готова. У нас для этого есть все возможности. И материальные, и помещения, которые будут специально оборудованы. Это будет не просто класс, который будет изучать на профильном предмете предметы биология, химия. Это будет оборудованное помещение, это лаборатории. Этим летом закупят оборудование для лабораторий и специальных классов, имитирующих больничные палаты. У ребят даже будет своя форма – медицинские халаты и шапочки. Так что погрузиться в профессию школьники смогут на все сто. Учеников ждут лекции и вебинары от врачей и преподавателей вузов. У нас уже есть сейчас соглашение с Тюменским медицинским университетом, с нашей группы с городской больницей. Определили, что нужно сейчас делать соглашение с органами Роспотребнадзора, с органами ветеринарии, чтобы у них кругозор был более расширен, потому что все эти направления более-менее связаны с одной и той же специальностью. Медицинский класс задел на будущее. Его выпускники, возможно, это те врачи, которых сейчас не хватает на Ямале. Так что начало положено. Зинада Исаева, Данила Индюков, Сергей Пропимович. Новости Губкинского.